На телеканале Татарстан 24 главное за неделю с вами Ирина Субеева здравствуйте Когда очередная волна коронавируса пойдет на спад этот вопрос сегодня один из главных Пока же количество заболевших только растет, в пятницу был побит исторический антирекорд 2238 случаев заражения Почти половина всех компаний Казани перевела сотрудников на удаленку, а люди жалуются на нехватку лекарств Ситуацию под контроль взял Росздравнадзор, теперь вся информация о доступности вакцин и препаратов от COVID-19 отслеживается в ежедневном режиме Таким образом, чиновники надеются предотвратить возможный дефицит из-за быстрого распространения по стране штамма омикрон Под контролем оставшийся объем динамика использования и количество списанных просроченных вакцин Кроме того, отслеживаться будет и наличие лекарств и вакцин как на уровне регионов, так и в отдельных медицинских организациях Непростые времена переживают поликлиники, которые из-за легкого течения болезни взяли основной удар на себя Татарстанцы штурмуют кабинеты врачей, те в свою очередь перешли на режим работы без выходных В Альметьевске, если до пандемии число пациентов к одному врачу было около 30, то сейчас на один участок в день приходится от 80 до 100 человек Болеют и сами медики в городской поликлинике номер 3, сейчас нетрудоспособно более 20 врачей и почти 70 медсестер Слабость, повышение температуры, головная боль, першение в горле За последние две недели резко увеличилось число пациентов с такими жалобами И без того перегруженную систему здравоохранения испытывают на прочность увеличившиеся очереди в поликлиниках Терапевт Лисан Зиятова с 8 до 10 работает в дневном стационаре, потом спешит на прием пациентов Она недавно вышла из декрета и сразу трудится в таком ритме, по ее словам, непросто Сейчас нагрузка большая, сложно работать, но мы стараемся успевать, потому что нужно и пивать посещение, и успевать осматривать пациентов И еще дополнительно в реестр пивать, стараемся успевать Кто-то пришел на первичный прием, кому-то наоборот нужно больничный закрыть, а Наталье его пока продлили В поликлинику пришла ранним утром, тем не менее она к ситуации с очередями относится спокойно Очередь большая в регистраторе, с утра очень много народу было, и в коридоре сейчас сидит очень много народу Ну с пониманием, потому что сейчас пандемия, ведь все равно, то есть люди болеют, уж конечно, такой наплыв пациентов идет в больницу Коридоры действительно переполнены, но к очередям люди относятся по-разному Врачей так-то жалко, просто слишком какая-то бюрократическая волокита Сталкивались очень долго Ну народу много Здесь недолго, а больничный никак не можем взять, оформить, вот это долго Почему? Не знаю, ну кто-то тоже на больничном у них Поток больных увеличился, по словам медиков, несколько раз И причина очереди не только в этом Ковид не щадит и тех, кто от него лечит Почти что и пятикратно идет увеличение потока больных И то же самое идет, уже заболевание повышается и среди наших сотрудников На сегодняшний день у нас уже на больничных лицах находится 21 врачей и 69 медицинер Это почти что получается 35% врачей и около 47% среднего медперсонала Увеличилось и число вызовов скорой Доктора успокаивают Сейчас, по их словам, практически нет пациентов с тяжелыми симптомами пневмонии Основные недомогания, головная боль, першение в горле и температура Чтобы они не паниковали Если что, есть возможность, чтобы они уже распределялись по времени И хочу сказать, не все с утра пришли с толпой, например В течение дня все равно мы работаем с 8 до 8 В поликлинике номер 3 уже привлекли всех возможных специалистов к осмотру больных Докторов узкого профиля, таких как кардиолог, невролог и аллерголог Перевели в первое звено Сейчас они обслуживают обратившихся с высокой температурой Катерина Машинцева, Эльнур Залятов, Новости Татарстана Ожидать, что у нас как резкое произошло поднятие количества заболевших Точно такое же резкое снижение произойдет, не приходится То есть снижаться будет количество заболевших значительно медленнее, чем росло К сожалению, у нас в республике Татарстан очевидно недовыявление коронавирусной инфекции происходит Возможно, это на этапе уже публикации данных Я думаю, что реальные цифры заболеваемости у нас где-то в 5-10 раз выше Если в течение недели, в будние дни мы не увидим дальнейшего роста Можно осторожно на что-то надеяться Но мы должны понимать, что я не знаю когда, но мы уже близки к пределу Максимально возможному количеству тестирований, которые мы можем сделать в России Очевидно, что это не последняя волна Потому что, несмотря на то, что заболеваемость такая большая Тем не менее, даже, не знаю, уместно ли употребить здесь слово оптимистичным Но даже по самым оптимистичным прогнозам переболеет именно вариантом омикрон в мире И даже в России, если брать нашу страну по отдельно Не больше, чем 20-25, может быть, процентов от населения Очевидно, что при таком уровне заболеваемости Ни о каком более-менее выявленном коллективном иммунитете Говорить по отношению к штамму омикрон нельзя К весне, я думаю, к марту месяцу мы увидим такое устойчивое снижение То есть в течение февраля оно начнется А к лету мы войдем в новую волну Тут никаких хороших прогнозов, к сожалению, делать не приходится Сразу несколько ключевых ведомств на уходящей неделе подвели итоги работы за год На коллегии Минстроя Республики Рустам Ниханов поручил более тщательно проверять Качество ремонта жилья и соцобъектов, проведенного в рамках госпрограмм Говорил президент Татарстана и о работе управляющих компаний Очень много недоработок со стороны управляющих компаний Мы должны больше внимания обращать Не все вопросы управляющих компаний может решить Но то, что им положено, они должны выполнять А татарстанцы были неприятно удивлены большими суммами в платежках В Нижнекамске большие суммы в квитанциях за отопление Коммунальщики объяснили минусовой температурой в январе После возмущений жителей были проверены все общедомовые приборы учета отопления Выявили только два дома, где потребление было завышено Причина – некорректная работа приборов Представители управляющей компании и энергетики дали советы, как экономить на потребление Дом старый, и того количества отопления, которое нам подают, вообще не хватает По итогу у нас обогреватель 24 часа в сутки работает Пришла квитанция на 3000 только отопления само По факту отопление у нас очень слабое, постоянные проблемы Суммы в квитанциях за отопление возмутили пол Нижнекамска В пабликах, соцсетях люди не скупились на комментарии Главный вопрос – откуда такие цифры? Ответ коммунальных служб рост В январе температура воздуха была ниже, чем в декабре Отсюда и увеличение К январю прошлого года при идентичной температуре мы получили в общей доле, то есть в городе, начисленном населению, на 4% больше Хотя из логика, вроде, должно получиться на 5,6%, так как дарифт увеличился на эту величину Ну, где-то, можно сказать, значит, где-то с экономией чуть-чуть После появления возмущений были проверены все общедомовые приборы учетов отопления В управляющей компании жилье выявили только два дома, где потребление было завышено Причина – некорректная работа приборов Неполадки устранили, но вот перерасчет жильцам строителей 1 и 13Б делать не будут Выше нормы топили дома и в управляющей компании 17 Всего в список вошло 8 адресов Перегревали многоэтажки по просьбам жильцов Если дом потребил количественный объем гигакалорий Стоимость гигакалорий, которая утверждена Госкомитетом по тарифам Соответственно, мы объем умножаем на стоимость гигакалорий И если дом потребил, то население полностью оплачивает то, что было потреблено Повлиять на платежи за тепло можно, говорят специалисты Формула проста Ответственные должны отрегулировать приборы А жильцы закрывать окна и не топить улицу Если жарко, то можно перекрыть кран на батарее Отсюда появится существенная экономия Если мы сами экономим тепло То и общий домовой прибор учета покажет ниже потребление А если у нас у всех форточки открыты То и потребление будет, как говорят, что мы отапливаем улицу А общий домовой прибор он показывает, он считает все Соответственно, генерирующая компания представляет этот счет Управляющая компания Управляющая компания обязана это оплатить С вертикальной системой отопления Такое посчитать невозможно Потому что стояки отопления Они проходят через все жилые помещения Сверху вниз или снизу вверх Соответственно, физически посчитать тепло Сколько зашло в квартиру невозможно Поэтому в квартирах с вертикальной разводкой Установить прибор учета нельзя Помогут ли эти лайфхаки от коммунальщиков Снизить цифры в расчетках в следующем месяце Неизвестно В любом случае, если температура воздуха в феврале Будет ниже, чем в январе То возможно, что суммы увеличатся вновь Вера Муратова, Максим Липин Булат Абдульманов, Новости Татарстана Все-таки письменно обращаться в управляющую компанию За разъяснением, сколько действительно Прошло гигакалорий через общий домовой прибор учета Правильно ли выстроена система Нет ли определенных технических ошибок Если значительное увеличение в БУ на 2000 То я рекомендую обращаться и в органы Государственного жилищного надзора Самостоятельно обращаться в управляющую компанию Потому что так слишком много быть не должно В четверг Казань встречала президента Казахстана В рамках краткосрочного визита в Россию Касым Жамар Такаев встретился с Владимиром Путиным И посетил Татарстан И пообщался с Рустамом Минихановым Говорили о сотрудничестве, проектах КамАЗа и Татнефти в Казахстане Встречу можно назвать продолжением Начатых в конце января переговоров В рамках визита в Казахстан Президента нашей республики Тогда Такаев напомнил Что Татарстан Лидер среди субъектов России По уровню сотрудничества И отметил, что смена правительства в республике Не повлияет на поддержку наших проектов В этом регионе Если посмотреть на цифры То ставится задача увеличить Внешнюю торговлю Казахстана с Татарстаном Естественно в рамках российских проектов До 1 миллиарда Пока сумма немногим более 600 миллионов долларов Но тем не менее Казахстан остается важным регионом Потому что практически Это касается Практически 90 с лишним процентом Это поставки Татарстана Это касается продуктов нефтепереработки Это касается шин И это касается изделий Связанных с автомобильной промышленностью То, что в этих сферах Есть кооперация с Казахстаном Толщевачным Потому что, к сожалению, мы знаем Что после распада Советского Союза Цепочки, которые затрагивали Бывшие союзные республики Распались И это очень сильно ударило И по экономике И по уровню жизни населения На неделе в Иннополисе Простились с генеральным директором корпорации Развития Дальнего Востока и Арктики Игорем Носовым В апреле ему должно было исполниться 44 года Но жизненный путь еще молодого человека Оборвал инсульт За свою короткую жизнь Носов успел поработать на руководящих должностях В правительствах Татарстана и Москвы Возглавлял особые экономические зоны Иннополис и Алабуга Был заместителем Губернатор Нижегородской области Похоронили Игоря Носова На Арском кладбище Казани В понедельник Казань проводила В последний путь Константина Николаевича Куранова Известный телеведущий и журналист Ушел из жизни 5 февраля На 87-м году жизни На Арском кладбище Попрощаться с Константином Николаевичем Собрались десятки его коллег Бывших студентов Которых он учил Профессиональному мастерству На факультете журналистики Казанского университета И просто зрители В дома которых он приходил Через телевизионный экран На протяжении 20 лет Он был потрясающим Это На нашем факультете Он был душой этого факультета Все наши дни журналиста Все наши праздники Он был всегда впереди Со знаменем в руках Он излучал тепло Он излучал доброту Душевная открытость Всегда позитивное настроение И искренняя радость За успехи знакомых ему людей Сегодня многие говорили о том Что Константин Николаевич Был по натуре солнечным человеком Человеком, который всегда щедро делился С окружающими Своим теплом и светом Что сейчас можно сказать О Константине Николаевичу Это был человек Легкий, без возраста Совершенно неукротимой энергии Я всегда смотрел Как он не то что шел В здание телекомпании Он бежал, полетел У него была такая жажда жизни Такая скорость В хорошем смысле этого слова И так же он с телекомпании уходил Он в легкой походке шел Экран штука беспощадная Он либо любит тебя Как ведущего Либо нет Константина Куранова Экран полюбил с первого телеэфира Многие зрители Включали свои телевизоры Специально к прогнозу погоды И со словами Ну что там нам сегодня Наш дедушка напророчит Этот человек Когда вышел впервые В эфир прогноз погоды Именно про таких говорят На следующее утро Он проснулся знаменитым Потому что народ его сразу принял Полюбил Он просто прошивал экран Вот этой вот своей неукротимой энергии Своей харизмой Своей доброжелательностью Доброжелательностью своей Конечно это очень большая потеря И я даже не представляю сейчас Кто будет вместо него Отдельная тема Отношений Куранова Со своими студентами И начинающими журналистами Депутат Государственной Думы Ильдар Гельмудинов К примеру Вспомнил Каким талисманом Наш дедушка был Для юных участников Журналистского фестиваля Алтын-Галям Золотое перо Вы знаете Насколько он Он находился Со взрослыми людьми Общения Но с детьми Вот с этими Молодыми ребятами Девчонками Которые только делали Первые шаги Со всей республики И Он так комфортно общался Нам Настолько нам тоже Организаторам было Здорово Что есть у нас такой Человек Который нам помогает В этой работе Он искренне любил Своего зрителя А зритель Также искренне Отвечал ему взаимностью О характере этих отношений Свидетельствует Это случайное видео Из автомобильного регистратора Автобусная остановка Дядя Костя Ждущий маршрутку И просто незнакомый водитель Который не смог проехать мимо И так случалось постоянно Кондукторы Даже отказывались Брать с него деньги За проезд Для каждого эфировца Из нас Мы понимаем Что это был Супер Мега Звездой Наверное Самой большой звездой В истории Компания Каждый его выпуск новостей Правильно Я сейчас Отмечал Прогноз погоды Это был повод Чтобы рассказать О том Какой замечательный город Казань Как мы его любим Его историю Сегодня Константин Николаевич Куранов Упокоился на Арском кладбище Среди тех Про кого он так ярко И с такой любовью Рассказывал В своей фирменной рубрике Знай наших Сам став частичкой истории Жизни большого города Города Который всегда будет Помнить о нем Сергей Шерстнев Максим Малов Новости Татарстана 1 марта В России Заканчивается Срок бесплатного Предоставления Земельных участков Членам Садоводческих И огороднических Товариществ Если этот срок Не будет продлен То после этой даты Земельные участки Дачникам Придется Выкупать Кто может Воспользоваться данным Правом Что нужно для этого Сделать И как правильно Оформить земельный участок Об этом мы говорили В нашей студии В эту среду Нужно обратиться За предоставлением Земельного участка В исполком По месту нахождения Земельного участка Ведь согласно Положениям Земельного кодекса Российской Федерации Полномочия По предоставлению Земельных участков Собственность Либо в аренду Но это уже другой вопрос Да Он находится В компетенции Органов Государственной власти Или органов Местного самоправления И ошибаются Те граждане Которые Сразу идут В Росреестр Услышали Что Росреестр Оформляет Мы земельные участки Не предоставляем Мы Оформляем Регистрируем Право Права Вечные права Права собственности В данном случае На земельные участки На основании Соответствующего документа Правоустанавливающего документа И вот этот Правоустанавливающий документ Нужно получить В данном случае Органы местного самоправления У исполкома По месту нахождения Земельного участка В исполком Нужно обратиться Подать заявление И приложить К этому заявлению Схему расположения Земельного участка Которую в принципе Может нарисовать Либо сам заявитель Либо в этом Ему может помочь Помочь кадастровый инженер А даже самому Даже можно нарисовать Конечно С массовой эвакуацией Ряда школ Началось утро Пятницы в Казани Пришедших на занятия Учащихся Экстренно отправляли По домам Родительские чаты Пестрели информацией От предполагаемого Минирования Учебных заведений В некоторых школах Было организовано Дистанционное обучение А днем ранее Аналогичные письма Получили еще Несколько школ Казани Ну а пока Наши татарстанские Спортсмены Выступают на Зимней Олимпиаде В Пекине Дома За них переживают Их родные И близкие Всего в самых крупных Международных соревнованиях Участвуют 9 представителей Нашей республики Среди них Данил Садриев Из Лениногорска И Ланда Шфаляхова Из Богатых Собов Нашей съемочной группе Удалось заглянуть В гости К родственникам Звездных олимпийцев И увидеть Как они болеют За спортсменов В январе Стало известно О составе сборной команды России На Олимпийские игры В Пекин Где был включен Наш Лениногорец Садриев С детского сада Приводило И уже было видно Что он координированный Смелый Вот Уже сразу Стал показывать результаты Спортсмен из Лениногорска Данил Садриев В составе Команды По прыжкам С трамплина Завоевал Серебро Опять-таки Для нашей страны Для нашей республики Это тоже Наше большое достижение А вот в Сабинском районе Республики ждут С победы Хоккеистку Ландыш Фаляхову Накануне Прошел матч с Канадой На котором Разразился Настоящий скандал Соперницы Отказались Выходить на лед С российскими Спортсменками Пока не увидят Их отрицательные Тесты на ковид В итоге Хоккеистки Обеих команд Провели матч В масках К сожалению Игра завершилась А значит Все впереди Всего на Олимпиаде В Пекине Нашу страну Представляют Девять татарстанских Спортсменов Они все настроены Исключительно На победу А потому Жителям нашей республики И в целом страны Сейчас остается Лишь надеяться И верить В наших сильных И талантливых спортсменов В Татарстане Стартовала акция Рыбе быть Ее целью Является Сохранение И воспроизводство Биологических ресурсов Которые Попали под Угрозу гибели Из-за предыдущего Засушливого лета Тогда уровень воды В реках республики Снизился Поэтому зимой Рыба стала скапливаться Подо льдом На опасном Для себя Мелководье Ее пришлось Выловить В специальных Лунках Пробурить Новые майны И выпускать Уже в более Пригодные Для обитания Места Участие В данной Акции В Спасском Районе Татарстана Приняли Специалисты Комитета По биоресурсам Совместно С представителями Муниципалитета И рыбаками Любителями 2018 год Был таким же Снежным И в наш Комитет Поступало Очень много Звонков С мест От простых Рыбаков О том Что горят Озера Горят Водоемы Задыхаются Что вы Сделаете Ну что мы Можем сделать Ну такие Большая Такая площадь Это Самый Богат Водоем Мы не можем Осилить Абсолютно Всю территорию Поэтому Просто Что делать Брать буро И выходить на лед И так Это Безродилась Эта акция С таким Названием Естественно Силами Сотрудников Только Район Их Немного Это Все Сделать Невозможно Поэтому Нам Большое Количество Общетов Это Рыболовы Любители Это Штатные Сотрудники Наших Рыбопромысловых Компаний Это И Подрастающие Поколения Чем Больше Людей В этой Акции Принимает Участие Соответственно Больше Мы Можем Сделать Поэтому С 2018 Года У нас Участие Приняло Более 17 тысяч Человек Из них Порядка Тысячи Школьников Люди Вот как Комитет По биоресурсам Они проводят Такую Обширную Акцию Куда Привлекают И молодежь И взрослые Населения И Они Спасают Рыбу Мы Спасаем По-другому Мы проводим На таких Водоемах Где Специальные Соревнования Потому что За тот Промежуток Времени Который Выделяется Для спортсменов Для лова рыбы Они набурят Только рулонок И потому что Чем больше рулонок Они пробурят Тем больше рыбы Они не поймают Кислорода хватит всем Это было Главное за неделю Всего вам доброго Редактор субтитров А.Семкин